Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале ProPiter, канале о недвижимости в городе Санкт-Петербург и вообще о недвижимости. Сегодня мы поговорим с вами про аренду. В принципе, уже на канале есть такой ролик, мы когда-то его давно снимали, но сейчас прошло достаточно много времени, во-первых, можно это все дело актуализировать, во-вторых, попробовать более сжато, более конкретно и может быть с какими-то новыми фишками, которые за это время пришли, да, просто по опыту. Я считаю, что в аренде нет ничего сложного и, в принципе, при желании можно снять себе квартиру самостоятельно. Что для этого использовать? Какие ресурсы? Первое. Ресурсы все только общие. То есть, по поводу того, что есть закрытые базы для риелторов, они, конечно же, есть. Вот именно в этом случае они есть. По продаже их как таковых нет, только по новостройкам, а по аренде они есть. Но так как я арендой, собственно, сам-то не занимаюсь, мне есть человек, который может вам помочь в этом случае, но, тем не менее, я считаю, что можно самому это все дело сделать. Как правило, все квартиры, даже те, которые есть в закрытых базах, они все равно все есть условно или на Авито, или на Циане, или на любом другом общем источнике. Это раз. Второе. На Авито, бывает, проскакивают квартиры от частных лиц. То есть, вообще, чтобы не платить риелторских, это редко, но это бывает. Чаще всего, все равно вам, скорее всего, с той стороны, когда вы выбираете себе квартиру, там будет риелтор. И в этом случае придется заплатить какую-то часть комиссии. Да, ну, может быть, не полностью. Если квартира стоит 20 тысяч, то заплатить сверху не 20 тысяч, а 10. Что более приятно. Есть вот какой еще нюанс. Можно найти квартиру от собственника точно в специальных группах в социальных сетях, например, ВКонтакте. То есть, там, где там сдаем без агента или что-то еще. Но, если вы сравните цены, например, не знаю, на Авито и от риелторов, и цены от частных лиц, которые сдают без риелторских, то вы увидите, что цены от частных лиц, они будут дороже на тысячу, на две, может быть, в месяц. Почему так, вы можете спросить? Потому что, что те люди, которые это дело сдают, они, как правило, имеют несколько квартир. Это профессионалы своего дела. Они занимаются, ну, если не только этим, да, то этим занимаются постоянно. И они понимают, что раз вы не платите за риелторское, то будьте добры нам добавить за квартиру. Причем это все достаточно легко проверяется. Если вы найдете группу ВКонтакте, где люди сами сдают, увидите цены, и посмотрите цены на Авито на те же самые варианты, вы увидите, что на Авито они будут дешевле. Но там, скорее всего, с риелторскими. Вообще, в аренде самое главное – это не дать себя обмануть. Как вас в этом случае могут обмануть? Есть два самых распространенных способа. Способ номер один – это так называемое информационное агентство. Когда я только переехал, они просто процветали. Их было очень много, это была прям большая-большая головная боль. То есть человек выбирает квартиру, смотрит, да, хороший вариант, недорого, красивые фотографии. И звонит, ему говорят, да, квартира есть, все, приходите. Но приглашают его не на квартиру, а в агентство. Там дают подписать бумагу, то, что они ему оказывают информационные услуги, берут за него, там, за это небольшую сумму. Брали, насколько я помню, 5000 рублей. Но при этом разделяли ее на два договора – 2,5 и 2,5. Для чего так делалось? Потому что у нас уголовная ответственность наступает после 2500 рублей. Но так как два договора на 2500, соответственно, они могли пройти только под административкой. То есть их приезжать как-то было невозможно. После того, как человек эти деньги оплачивал, ему даже могли дать ключ от квартиры, сказать, вот вы туда приезжайте на адрес, там, не знаю, улица Пушкина, дом Колотушкина, вот номер телефона хозяина, он вас там встретит, люди приезжают. Конечно, все номера отключены, там, да, ничего такого нет. Иногда даже в особо циничных случаях даже адреса такого нет. То есть вам говорят, не знаю, улица Большевиков, дом 45, а там последний дом, не знаю, это дом 40. То есть, ну, нет в природе такого адреса. В общем, к сожалению, да, люди попадались на такие ловушки. Как от этого защититься? Очень просто. Не платить никаких денег заранее. То есть вот я даже, кто-то мне там, если есть подписчиков, бывает, спрашивают и что-то еще там, да, я говорю, что, слушайте, ну, это же просто все. Не платите никаких денег заранее. То есть вы, если договорились о встрече на квартире, то вы должны быть на этой именно квартире. Посмотреть, кто сдает, посмотреть документы человека, вообще имеет он право сдавать или нет. Бывает так, что показывая сначала агент, если вам нравится, он договаривается о встрече и приезжает уже собственник. И он просит оставить какую-то небольшую сумму. Ну, такое бывает. И, скажем так, что делать в таких ситуациях, я не могу точно сказать. Да, все зависит, конечно, от конкретной квартиры, но я бы советовал не оставлять много. Но оставьте, господи, тысячу рублей. Ну, например, просто там, ну, какую-то мельчайшую сумму, которая, ну, если даже вы ее потеряете, это будет не так обидно, как потерять, например, десятку или двадцатку. Вот, и уже там назначайте встречу. Плюс, опять же, всегда можно номер телефона пробить. Ну, сейчас же просто это все, да, если есть номер телефона, можно там, не знаю, можно собственникам поговорить, что он вообще в природе есть, прежде чем деньги оставлять. Это уж я так, мысли на тему. Вообще, конечно, лучше заранее этого не делать. Вообще нормальная сделка в этом плане должна быть такая. Вот есть квартира, вы договорились о встрече, вы туда приехали, посмотрели, вот стоит собственник, вот стоит риэлтор, который попросит свои риэлторские. Ну, если квартира нравится, почему нет? Заплатили за квартиру, после этого заплатили риэлторские. Со всех взяли расписка. Да, вот. Если говорить про частных лиц, которые сдают, то, опять же, как я говорил уже выше, ВКонтакте. ВКонтакте специальные группы, да, там несколько дороже, но зато без риэлторских. То есть их можно найти там. Вот, что еще добавить? Не знаю, под этим роликом мы прикрепим договор аренды хороший, который правильный. Как заполнять, там все, в общем-то, понятно. И, в общем-то, пользуйтесь. То есть, если нужно будет вам, кому-то, вы можете по ссылке прямо скачать, и все, он у вас будет. Держите ухо востро, никому не верьте. Первое время лучше, конечно, остановиться у друзей. То есть, квартиру найти из другого города, чтобы здесь снять в Питере, это почти не работает. То есть, это 90%, что вы норвитесь на каких-то мошенников. Ну, хорошо, не 90%, 80%. А 20%, что это будет нормальный человек, действительно для вас придержит квартиру. Лучше сначала приехать заселиться или в хостел, еще лучше к каким-то друзьям, или снять апарт-отель, и уже потом себе искать квартиру там, да, в том районе, где вам больше понравится, где вам будет лучше, потому что пока, конечно, вам, ну, тяжело находясь в другом городе, понять, где вам будет удобно жить. Но общие правила понятны одни и те же, да, что 10-15 минут до метро, потому что если будет маршрутка до метро, и, например, новый дом, очень может быть, пока у вас будет процесс адаптации, это принесет много проблем. Я, например, знал семью, которая переехала и сняла квартиру в... сейчас, в октябре, по-моему, то есть уже, когда переехали все студенты, разобрали все хорошие варианты, и они были вынуждены ездить на маршрутке до метро, а так как организм еще не перестроился, там девушка просто полгода постоянно болела. И в итоге через полгода молодой человек плюнул, сказал, нафиг, собираемся, уехали обратно на малую родину, сейчас переехали в другой город, где тепло, и говорят на другом языке. Вот, наверное, по поводу аренды, это все, что я вам могу сказать. Договор будет под роликом, кому нужно, кому интересно, скачивайте там, да, ну, все, держите ухо в острове, опасайтесь мошенников. И по традиции, так как у нас формат «Говорящая голова», для того, чтобы вам дать небольшой кусочек красивого Петербурга, будет небольшой ролик, красивый Питер, музыка, все прекрасно, оставайтесь с нами, посмотрите, и подписывайтесь на канал, и ставьте лайк, и рассказывайте друзьям, если вам полезно этот контент, который мы делаем, пишите в комментариях. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok